Да, добрый день, коллеги. Я надеюсь, видно меня и слышно, так же замечательно, как Татьяну. Ну, маленькая поправка, я не генеральный директор, я еще только учусь, вот, на генерального. Вот, и вторая, вот, сегодня как раз можно вживую познакомиться, да, нам с вами. Коллеги, я рассчитываю, ну, уложиться вот в тот час, который нам выделяется, рассказать вот по теме нашей сегодняшней встречи и даже в большей степени, может быть, не рассказать, а показать, как это в реальной жизни происходит. Вот, ну, тема как бы обозначена. Но для начала несколько слайдов, которые я подготовил. Презентацию по окончании вы сможете скачать, и там больше кейсов, чем я буду рассказывать на уровне схем. Вот. Ну, и так, я не знаю, просто знаете, что такое гиперметод и что такое наша платформа E-Running Server, которая в заголовке презентации была. Вот, но это платформа, как бы, условно относящаяся к категории LMS-систем, хотя она гораздо больше, это целая экосистема. Она используется... Спасибо, Ирина. Эта система используется во многих, очень многих организациях. Ну, вот, часть из них вы здесь видите на слайде. Это и дополнительное профессиональное образование, вот, в частности, обучение государственных муниципальных служащих, дистанционное, цифровое. Да, это Московская область, это ряд других российских регионов. Это и ритейл. Вот, наверняка, в ваших городах есть сеть аптек ВИТО. Знаете, что сотрудники, провизоры там, это все те, кто прошли подготовку на нашей платформе внутри этой компании. Добрый день. Единственные иностранные производители автомобилей у нас здесь в России, это китайская компания Huawei. Вот, сотрудники их тоже проходят обучение на нашей платформе. Если вы полетите, наконец-то, в скором времени на самолетах МС-21, корпорации Иркут, то, знаете, что вся подготовка летного состава и кабин, так называемый кабинный персонал и инженерно-технический персонал, который занимается, тоже вот, как бы, в нашей системе работают у них там внутри Иркута. Ну, и ряд стран, не только в России, это и в Казахстане, и в ряде других регионах нашей планеты это все дело используется. Вот. То есть у нас есть достаточный опыт. И, конечно, когда появилась вот эта история с искусственным интеллектом, и эти сервисы стали, ну, такими условно незакрытыми, маргинальными в каком-то смысле, доступными для нас, для всех, мы, естественно, задумались там условно два года назад о том, как это все имплементировать в те процессы, которые есть на нашей платформе. И часть процессов здесь, в этой презентации, вот я один слайд покажу, больше не буду, да, у вас нужны слайды, дальше будем резать по-живому. И чем это может нам с вами помочь? Здесь я тоже немножечко обращусь к нашему опыту. Вот у нас несколько лет назад был такой проект, в котором мы участвовали. Во главе этого проекта шла Российская Академия Народного Хозяйства при президенте Ранхикс. Значит, проект был, ну, это ДПО, да, дополнительное специальное образование по цифровой трансформации школ. Значит, это цифровое обучение всех директоров, ну, или почти всех управленческих составов школ. Значит, это директор школы зауч. Ну, и кто-то один из них, да, в этой истории от школы участвовал, как правило. Их было больше 30 тысяч человек всего. И вот мы с Ранхиксом, ну, вернее, мы технологическую оснастку всего этого дела обеспечили Ранхикс содержательную, методическую, естественно. И там известные люди принимали вот в подготовке учебного контента. Все это размещали на нашей платформе, на E-learning сервере. Но выяснилось такой ключевой момент, что, ну, невозможно решить задачу, вот эту учебную задачу, просто с помощью каких-то тестов. Нужно давать задания людям, чтобы они работали, ну, к примеру, там, реферат или проект по цифровой трансформации своей собственной школы. Ну, первое, их, да, их несколько таких вот задачек, да, таких условно рефератов, проектов было. Не знаю, по-разному там получалось. Не все, я хочу сказать, что не все прошли успешно этот, там трехэтапный курс, общая продолжительность, там, порядка девяти месяцев, традиционно, да, девять месяцев. И далеко не все дошли до финала. Так что, ну, это так, между нами. Значит, и вот выяснилось, что таких задачек, которые они, заданий, которые они должны сделать, ну, условно творческих, да, их несколько, 3-4. Ну, и вы представляете, какой объем работы. Вот, если каждый проект по трансформации школы, мало того, что он контекстен, то есть, ну, про конкретную школу, так он еще достаточно объемен. Это, ну, несколько, больше десяти страниц, грубо говоря, да, все это дело. Их несколько на протяжении вот этих девяти месяцев. Ну, штуки 3-4. То есть, это порядка ста тысяч работ, которые кто-то должен проверить. Кто-то должен проверить эти работы. Вот, а команда со стороны Ранхикса, вот основное ядро команды, да, непривлекаемые лектора, составляла 3 человека всего. И, ну, а как это сделать? И тогда, значит, привлекли такую методику, которая называется peer-to-peer оценивание. Наверняка вы, кто связан, да, знает, что это такое. В двух словах это тогда, когда, допустим, я слушатель, я написал эту работу, ее кто-то проверил, сейчас за скобки выносим. Ну, работы, ну, мне начинают, на проверку, как слушателю попадают чужие работы. Ну, допустим, три штуки. Я их должен оценить. И каждая работа попадает минимум к трем слушателям. И если их оценки сходятся, то тогда, ну, работа соответствующим образом оценивается. Если не сходятся, там, ну, некие другие процессы запускаются. То есть задача проверки перекладывается, там, с некими мотивационными фишками на непосредственно те же люди, кто эти работы пишет. Это большой, сложный процесс. Представляете, это сто тысяч работ нужно перемещать автоматически между этими людьми. Кто-нибудь там что-нибудь забудет. В общем, это большая технически далеко не простая штука. Но, тем не менее, вот так все это было организовано, так все это прошло. Когда появились сервисы искусственного интеллекта, мы подумали, а как бы нам упростить решение подобных задач? Не обязательно этой, но подобных задач. Ведь основная штука, она... То есть мы, конечно, не доверяем искусственному интеллекту и не доверяем ему до сих пор. Это понятно. Но, по крайней мере, какую-то черновую работу искусственный интеллект сделать может. Хотя бы распределить на какие-то группы, какие-то целевые группы, с которыми уже работать можно будет более персонализировано. И вот, ну вы знаете, что много уже систем, которые позволяют там создавать тесты на основании контента, это тоже у нас есть внутри. И мы решили сделать так. А почему бы нам не решить задачу вот какую? Ведь учебная задача, это... Когда вот человек сдает реферат, там слушатель, нам важно понять, он вообще разбирается в том материале, который он... То есть он за него ответственен же, да? Это означает, что он разобрался в этом всем деле. И не столь важно... Прошу меня простить людей, кто связан с библиотеками напрямую, да? Но не столь важно с точки зрения учебного процесса, именно в контексте предметной области, не библиотечного дела, насколько соблюдены правила цитирования. Ну, у нас есть у всех, мы знаем, там антиплагиат, который проверяет и так далее. Это все правильно. Но антиплагиат, это не учебная задача, да? Это там задача совсем несколько другая. Для нас с вами, как для преподавателя, а я тоже, кстати говоря, в прошлом доцент одного из крупных петербургских вузов, основная эта задача в другом заключается, в том, чтобы были усвоены знания и приобретены какие-то умения. Вот. Поэтому мы придумали такую штуку. Мы тесты создаем на лету по тем материалам, которые издают слушатели. Эти тесты тут же прилетают к ним. И если я, как слушатель, взял, где-то просто, ну, прошу прощения, стырил, да, свистнул, и какие другие там. В общем, нехороший человек стал нехорошим человеком, да, минус мне в карму, но я у кого-то взял чужой реферат, выдал его за свой, сдал преподавательную проверку, то, скорее всего, я не очень, не догоняю, что там написано. Ну, то есть моя самооценка будет явно завышена в этом плане. Я думаю, что там все правильно, и вроде как бы это моя работа. На самом деле мы можем это проверить с вами. То есть на лету создаются контрольные вопросы, которые выдаются слушателю тут же, да, и он на них отвечает в определенный лимит времени. На основании ответов на вопросы создаются искусственным интеллектом по тому контенту, который он сдал, не какой-то там другой. Ну и, соответственно, мы в итоге можем сепарировать или разделить на несколько групп слушателей, которые уверенно отвечают быстро на те вопросы, которые им предлагает искусственный интеллект, и на тех, кто не очень уверен, на тех, кто вообще не отвечает, да. Соответственно, для нас с вами часть, по крайней мере, значимую часть работы может проделать искусственный интеллект. Вот. Это примерно вот здесь на слайде. Здесь на других слайдах другие процессы нарисованы, но вы сможете и без меня на них посмотреть. А сейчас, наверное, задача моя показать вам вживую, как это дело происходит. Сейчас попробую расширить. Можете пока задавать вопросы, если вдруг по самой идее, да. Так. Демонстрация экрана. Окно. Так. Подскажите, да, видно там мой экранчик, да. Да, спасибо большое. Значит, побольше его сделаю. Сейчас мы так вот. Итак, у нас есть наша платформа, которая называется E-learning сервер. Вот она, да, такая штука. Она интегрирована с разными сервисами искусственного интеллекта. Это три основных, ну, еще там ряд не самых основных. Это чат GPT или OpenAI. Это Яндекс.GPT и это Гигачат. По ходу дела мы можем использовать любой из них. Значит, я сейчас попал в систему как менеджер по обучению. У меня есть справочник курсов, который есть в системе. Это песочница, так называемая, да, демонстрационная площадка, поэтому тут и курсов мало, чтобы мы не запутались и примерчики такие, ну, простенькие, да, совсем. Вот у меня, я знаю, что у меня на портале идет курс по информатике. Как он устроен? Что в нем есть? В нем есть несколько разделов. Вот они там, раздел 1, раздел 2, раздел 3. В разделах есть то, что в УЗИ называется рабочий, рабочая программа дисциплины, да, РПД. То есть, там, темы, занятия, вот эта вот вся история. А какие-то, вот, например, там, видео лекции. Ну, вот. Ну, мы не будем смотреть про тему сегодняшней лекции, просто, чтобы мы с вами понимали, да, что тут есть. Естественно, здесь есть, там, текстовые материалы какие-то. Сейчас что-нибудь поинтереснее нажмем. Вот там, технологии обработки информации. Пример, курс там по информационным технологиям для нас, наверное, для всех более-менее понятный. Ну, вот, архитектура компьютера, тут принципы фонейма, ну, в общем, наверное, все это мы с вами понимаем, да? И в нашем плане обучения есть несколько активностей таких, которые называются подготовьте реферат, ну, там, по теме соответствующего раздела. Вот он. Для того, чтобы показать этот процесс, я сначала покажу процесс чуть попроще. то есть, как бы, немножечко отвлечемся, да, от этого дела. Проще вот какой. На платформе есть такая штука, которая называется база знаний. Такое, как библиотека, большующее хранилище разнородного учебного материала. Это учебные курсы, методички, какие-то видеоролики и регламенты, в общем, все что угодно. Вот, в частности, здесь есть какие-то информационные ресурсы. Ну, представим, что вот этот вот документ, роль информационной деятельности в современном обществе, это там раздел какого-либо курса. Вот. Мы бы хотели с вами построить контрольный материал для этого раздела. То есть, не только знать, что слушатель открыл этот документ, какое-то время с ним ознакомливался, этот в системе тоже есть. Но мы хотим с вами создать тест или контрольные материалы по этому конкретному документу. Соответственно, здесь есть такой интерфейс, который позволяет это сделать. Выбрать тот сервис, который я считаю более предпочтительным динамически, то есть, опять же, чат, GPT или гигачат или Яндекс.GPT. Сформировать промт. На самом деле, он фактически формируется автоматически. Вот тут промт. Наш с вами. Отредактировать этот промт, если я специалист по условно промтостроению, но если я не специалист, то я даже и не знаю, что такое промт, и мне не нужно это знать. И вот пока я говорил, я просто уже нажал кнопочку, и вы видите, что по данному документу система сформировала три, ну, потому что здесь вот есть циферка три, если мы там поставили бы пять или тридцать три, соответственно, было бы большее количество вопросов. Несколько ключевых вопросов. Что включает в себя предмет информатики, варианты ответов. Верный, подсвечен жирненьким шрифтом. Ну, и остальные вариантики, которые здесь тоже появились. Это может быть одиночный выбор, может быть множественный выбор, как там сам искусственный интеллект нам здесь подсказывает. Сохранить, и тогда к этому материалу будет прикреплен тест на знание соответствующего материала. То есть мы сразу автоматически получаем и учебный ресурс, и контрольные вопросы к нему. Эти контрольные вопросы мы можем тут же, ну, неким образом, в прошлом случае, отредактировать, ну, там что-то написать, уписать, добавить варианты, убавить варианты, переформулировать, если считаем, что искусственный интеллект нам немножечко некорректно что-либо сделал вне контекста. Вот как бы это базовый принцип. Сейчас вернемся к нашим рефератам. Так, Ну, не будем сохранять наш тест, чтобы не заканать. Итак, вот у нас наш есть с вами курс информатика. В этом курсе есть раздел номер 2. Подготовки реферат по разделу 2. Ну, там, персональный компьютер, применение современных технологий. Сам само задание может, оно может иметь варианты, то есть, там, в группе из 25 человек кому-то попадется вариант номер 1 задания, кому-то вариант номер 2, кому-то вариант номер 3 формулировки. В нашем случае тут народу немного, поэтому только один. Значит, ну, там, опишите роль информатики в вашей жизни, ну, там, приведите какие-то примеры. Мы сейчас смотрим на это дело все как преподаватель, как тренер, тьютор, ведущий учебного процесса или как менеджер по обучению. У нас есть журнал, то есть, наша учебная группа, вот она, да, куда включены Иванов, Петров, Сидоров, ну, и меня тоже заодно туда кооптировали, которые уже, у которых есть вот этот учебный план, который мы видели чуть раньше, да, и вот наша тема 2, 2, подготовьте реферат про раздел 1. Здесь никаких оценочек еще нет, соответственно, да. И у нас с вами есть на главной странице такой вот виджет, который показывает по какому курсу какие задания выданы, на которые слушатели должны выполнять, какое количество ответов получено, какое количество работ сдано и какая итоговая оценка выставлена, да, вот в нашем случае. Вот наш реферат по разделу 2. Здесь также присутствуется такая как бы условно мониторинг, да, происходящего при работе с заданиями. Вот, теперь посмотрим, как это выглядит со стороны наших слушателей. Курсы информатика. у нас с вами есть слушателей. Вот возьмем, к примеру, Иванова, первый в списке попался. Войдем от его имени и посмотрим, что видит наш с вами Иванов. Это его личный кабинет. Здесь есть какие-то рекомендованные курсы, кстати говоря, там тоже используются системы искусственного интеллекта, но это тема отдельная и в презентации чуть-чуть она там затронута, его сможете увидеть. Есть план Иванова на сегодня. Вот Иванов, теперь можно на него посмотреть внимательно. Вот он знакомое вам лицо, все его знают. В том числе, вот есть такое задание, которое мы выполнить должен в течение суток. Подготовьте реферат по разделу 2. Попробуем выполнить. Задание, которое мы уже с вами видели. И дальше у меня есть возможность, как у Иванова, либо задать вопрос, уточняющий преподавателю, ну, типа чата, будет как бы здесь такая основная метафора коммуникатора, значит, просто там прокомментировать, либо сдать сразу на провеку. То есть я, допустим, пообщался с преподавателем здесь и подготовил некий реферат. Здесь я могу его, соответственно, сдать. К сожалению, вот я расширил такое окошечко браузера, ну, есть, ну, не видите, да, его, значит, есть документ, ну, понятно, что сейчас мы не будем писать реферат, ну, в общем, некий текстовый документ, будем считать, что он реферат. Поэтому возьмем, просто загрузим сюда наш с вами документ. сейчас его найдем у меня файловой системе, роль информационной деятельности. Вот он загрузился и отправим его сразу, непосредственно, на проверку. Вот он отправлен. Роль информационной деятельности в современном обществе. Так, сейчас, секундочку. Я в вардовке взял, да, ну, так. Ну, и для разнообразия, там, PDF, там. Теперь вернемся к нашему преподавателю. Что увидит наш преподаватель? Я сейчас показываю ручной режим, потом объясню, как это все можно там ускорить, показываю для того, чтобы мы с вами основные принципы, да, поняли. Соответственно, в нашем плане занятий, вот это вот подготовка реферата, да, можем посмотреть на результаты. Вот наш Иван Иванов, он подготовил решение на проверку, значит, и мы можем с вами посмотреть, что же за решение он там подготовил. Вот он нам сдал два документа, значит, роль информационной деятельности в современном обществе. Соответственно, наша с вами теперь задача пока что не автоматически, а в ручном режиме создать тест на знание Ивановым своей же работы. Вот он тут как бы тоже, допустим, три вопроса. В принципе, тот же самый, как мы с вами создавали тесты для контроля какого-либо материала, только в данном случае чуть-чуть подольше, потому что текста побольше. Вот также три вопроса выделены, поскольку мы задали. Что здесь важно, на что бы я обратил внимание? В нашем с вами случае система знает, если это вуз, на каком курсе учится Иванов, система знает, на какой дисциплине он сдает, он знает, по какой он специальности сдает этот реферат. Поэтому в содержании промта, который отправляется в систему искусственного интеллекта, может быть автоматически добавленная информация об этом контексте, то есть о том так называемом цифровом следе, кто же такой Иванов. И эти вопросы будут персональные для него. Вот это тоже важный момент. Ну сейчас сохраняем. И отправляем его еще надо написать что там. вот отправили ему тест на знание своей работы. Вернемся к нашему Иванову. Посмотрим что же будет делать Иванов. Вот наш с вами реферат. Теперь от меня к нему пришло задание срочно ответить на вопросы тест на знание своей работы. Я отвечаю на вопросы множественные выборы видите. В данном случае это угадайка. Я тут не буду вдумываться в них механика не столь важна. Я набрал ноль баллов. Вообще ни разу не угадал. Такое бывает иногда. Соответственно закончил тест. Мы видим что я его прошел на ноль процентов. То есть вообще явно не знаю что там такое я написал. напишу сдал. Простое сообщение. вот теперь последний шаг вернемся к нашему преподавателю который должен выставить по итогам оценку план занятий результата результата с вами сдача реферата. Итак я вижу что тест Ивановым пройден на ноль процентов но Иванов говорит что он сдал этот реферат что делать поэтому мы с вами можем теперь поставить оценку естественно оценка будет у нас какая как вы думаете два поставить все выставлено два теперь мы можем в журнале увидеть что Иванова по теме 2.2 выставлено два ну так повезло товарищу Иванову вот основной принцип я продемонстрировал связанный с возможностью проверки ну такой сепарированной работ что происходит дальше но на презентации на схемке вы там можете увидеть что дальше можно запустить процесс детализации например если понятно выделяется условно три группы товарищей слушателей кто категорически не сдал как я в данном случае кто категорически сдал то есть полностью и может быть какая-то переходная группа там на один вопрос какой-нибудь ответил неверно тогда мы можем для вот этой группы которая ну условно в серой зоне находится автоматически генерировать дополнительные вопросы тут же да тем самым ну сепарируя их в конечном счете на две двоечников условно и наших тех кого мы поощряем в целом мы сейчас посмотрели по одному человеку но в целом это так называемая массовая операция когда вот все эти шаги которые мы сейчас с вами делали может автоматически система сама выполнять то есть неважно сколько мы у нас там 4 человека в группе или 44 или 444 или 4000 как только человек сдает работу из этих 4000 ему сразу прилетают вот такие автоматические генерированные вопросы у преподавателя всегда есть возможность контролировать и мониторить происходящее но зато мы с вами себе в значительной степени можем сократить объем нашей работы потому что много что из этой работы делает за нас с вами искусственный интеллект вот пример номер один из этой серии даже уже два потому что первый раз я показал как на основании содержимого на лету делаются контрольные вопросы и мы учли теперь что теперь не только на основании содержимого но и контекста то есть того субъекта по отношению к которому эти вопросы задаются это все тоже может быть учтено вот в примере с рефератами если есть вопросы коллеги сейчас я посмотрю в чате там что-нибудь появилось или нет и перейдем тогда к следующему примеру так ну пока вопросов нет да только только комментарии тогда двинемся дальше покажу еще один примерчик если вы позволите время у нас благо позволяет на другом портале пример немножечко в другую сторону ну так же вот я пользователь системы электронного обучения представим себе что этот портал он для простоты да сейчас то есть он может быть и вузовский конечно да или какой-нибудь там для колледжа таких тоже примеров много но представим себе что это например дополнительное профессиональное образование либо это внутреннее образование в организации в этом случае у каждого то есть я как бы сотрудник какой-либо организации в этом случае если я сотрудник то у меня есть такой документ который регламентирует мою деятельность как правило это должностная инструкция то есть когда вы приходите устраиваетесь на работу то вы подписываете как правило в большинстве организаций должностную инструкцию если я там сварщик да то вот там одна должностная инструкция если я менеджер по продажам другая должностная инструкция если я библиотекарь третья должностная инструкция где написано что я должен какими должен качествами обладать там включая образование профильное к примеру да ряд трудовых функций описывается которые я должен выполнять за которые несу ответственность вот в нашем случае на основании такой должностной инструкции система может сформировать модель компетенций это не совсем вузовские компетенции если коллеги вот вы из вуза вузе все-таки но несколько иначе чем в реальной жизни понимается модель компетенций но тем не менее да это вот ближе к трудовым функциям давайте посмотрим например это тоже может делать если у нас хватит времени я покажу как как это выглядит может делать искусственный интеллект точно так же как мы с вами примерно делали вот его использовали в предыдущих примерах поэтому у меня есть мой профиль должности так называемый где есть и документ моя должностная инструкция и построенная информационная модель меня как участника как сотрудника внутри компании на основании вот этого профиля должности и построенной модели компетенций как бы особенность туда нашей системы лиц то что мы можем для развития сотрудника внутри организации или если это дополнительное образование как бы сотрудника другой организации сформировать ему план развития индивидуальную программу идеальный трек который может включать себя рекомендации по тем учебным курсом которые есть у меня в системе это могут быть и электронные и очные смешанные гибридные курсы вот как здесь например мой план развития я здесь в качестве преподавателя выступаю на этом портале что недалеко до от истины ко мне как преподаватель предъявляется система предложила меня оценивать и на меня смотреть как человека у которого должна быть готовность к изменениям ну да действительно преподаватель должен быть всегда актуален до в своей жизни там текущему уровню развития предмет области в которой является преподаватель перспективное мышление то есть видение это некое визионерство отчасти да какое-то да это правда эффективное администрирование ну как же если они управляют не смогу управлять учебной группы учебным классом но как-то будет странно да и если я не умею все это делать и коммуникации эффективные взаимодействия влияния тоже тоже наверное это логично система мне автоматически подобрала под те компетенции под которые у нее есть готовый уже контент курсы которые она нашла в базе знаний здесь в системе ну допустим там готовность к изменениям это ведение маркетинг развивается такая компетенция вот она это такой детерминированный условно процесс да там настроенные модели и я могу записаться там еще какой-то курс он бординга куда уже я уже записался видимо на предыдущих вебинарах и соответствующую компетенцию развивать это пока что без всякого искусственного интеллекта это такая детерминированная модель которая логически увязывает между собой направление предметные и направление производственные вот эти вот трудовые функции а вот дальше интереснее сейчас кому-то показывал поэтому не совсем пустое сейчас на удалим чтобы чистый был эксперимент лишнее и так вот у нас есть готовность компетенции которые это готовность к изменениям и я бы хотел попросить систему составить для меня рекомендации по развитию этой моей компетенции видно что вот она готовность к изменению меня не очень развита да нам на двоечку по пятибалльной шкале а здесь вот она развита перспективное мышление соответственно я или мой руководитель или наставник сейчас не суть важно обращается к системе искусственного интеллекта я вижу что я выступаю в роли преподавателя хочу развивать готовность к изменениям как мне это делать хорошо когда в на портале электронного обучения уже есть какие-то курсы соответствующие ну там курс по готовности к изменениям а вот если их нет или например когда вы только что развернули систему управления обучением и она еще пустая в ней ничего нет а делать что тоже нужно ведь если у вас там много сотрудников понятно что таких вот компетенций будут будут сотни или тысячи и соответственно уйдут годы на то чтобы просто закрыть тот объем информации те потребности в развитии которые есть готовым к учебным контентом а он еще и будет устаревать по мере того как вы его как как вы его сюда кладете три года развивали систему через три года уже информация положенная в начале должна быть пересмотрена потому что все ушло вперед так вот мы с вами можем сгенерировать здесь рекомендации для сотрудника в данном случае преподавателя по развитию готовности к изменениям с помощью системы искусственного интеллекта опять же подчеркну это там open ай гигачат или или яндекс g5 с учетом конкретного человека это не то есть эти рекомендации контекстные опять же вот этот цифровой след учитывается возраст развития должность в которой он занимает позиция история его здесь пребывание да что он там развел что не развел какие результаты были получены вот соответственно мне мне рекомендовали по-хорошему это работа наставника тогда когда наставник или куратор или если мы говорим про баллонскую систему которую сейчас не любят это там по-моему это этим эдвайзер занимается в этой в этой модели педагогической вот принять активное участие проводить анализ хорошо сейчас но не будем считываться сохраним итак теперь у нас появились вот такие рекомендации они у меня в моем личном кабинете в моем развитии если я не понимаю каких-то вещей ну к примеру ну например что такое анализ своих реакций на изменения в рабочем процессе то я могу расшифровать дополнительно создать учебный контент который позволит мне развиться и в этом направлении сохраняем и рекурсивно и далее сохранить вот у нас появилась значит комментарий который мы можем перейти который мы только что с вами создали а еще раз подчеркну что это нам дает это нам дает возможность даже если система только установлена пустая но уже и пользоваться с определенной степенью эффективности я имею ввиду мою систему более того вот этот контент который мы с вами генерируем он через некоторое время ну там через сессию до определенную в том случае если мы увидели что сотрудник действительно у него вот эти показатели изменились он действительно эти рекомендации работают мы можем их условно зафиксировать и поместить в базу знаний тогда в следующий раз такой удачный контент может быть повторно использован для развития других таких же сотрудников да с похожим с похожим прошу прощения диагнозом вот такая штука при этом это вот пример я приводил сейчас из области ну такой скажем внутреннего обучения в организациях компаниях но вы помните там надо у нас в портфеле есть и государственные муниципальные служащие и там производство и ритейл и там фармацевтика но эта схема она работает я сейчас ее ну я каком таком экспресс-варианте да вам показал для того чтобы можно было просто быстро на это посмотреть все на эти принципы эта схема работает и для дополнительного профессионального образования эта схема работает даже для школьного образования тогда когда школьник выбирает а куда же ему двигаться дальше какую сторону развиваться он может найти вот эти рекомендации система может вам подготовить зависимости от той целевой функции куда он движется и естественно в вузе тогда просто у нас с вами терминологически вот эта модель компетенции выстраивается под направление обучения под специальность под конкретный курс обучения период обучения вот такая 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 штука коллеги если какие-либо вопросы сейчас заглянув наш нашу комнату вебинарную ну вот вопрос спрашивает татьяна насколько можно доверять искусственным интеллектом не может возникнуть конфликт между студентом честно выпавшим работу и искусственным интеллектом некорректно составившим вопрос может для этого притом вероятность такого конфликта она разная для разных предметных областей это общая беда искусственный интеллект у него там возникают галлюцинации так называемые да вот из этой серии во первых как вы видели на каждом из этапов моей демонстрации у меня была возможность первое контролировать тот промежуточный результат который получается я видел что было сгенерировано перед тем как это попадет конечному потребителю к пользователю второе корректировать то есть я мог вносить исправление правки в контроле материала которые были подготовлены сам промт если я считаю что там что-то неправильно сформулировано количество вопросов да вот вся эта история она вся мониторится и контролируется это дает нам возможность управлять этим процессом это как бы первое второе но есть общая статистика которая говорит о том что конечно там текущие версии системы искусственного интеллекта не дотягивают до высокопрофессиональных в нашем случае там педагогов но согласитесь что в среде образователей неважно это школьное образование вузовское или дополнительное образование педагоги очень разные есть большое количество тренеров преподавателей которые и даже до этого уровня не дотягивают и в этом смысле мы имеем с вами ну некую такую чуть усредненную ну со знаком плюс на систему потому что мы ее можем контролировать в отличие от тех людей преподавателей которых мы контролировать можем с трудом там открытые занятия нужно устраивать еще та история как как это все происходит поэтому в целом я бы сказал так в целом это лучше чем с моей точки зрения это лучше чем текущая ситуация во первых это во многом что-то упрощает делает нас более эффективными с точки зрения организации деятельности это с другой стороны конечно это требует от нас тоже чего-то дополнительно контроля но черновую работу все-таки за нас выполняет вот эта машинка с большим количеством цифровых нейронов не по не очень понятно где расположены до конкретно но тем не менее вот ну это раз второе все меняется все развивается и через год качество качество контента которые тех же самых сервисов но чуть-чуть вперед то если заглядывать она безусловно улучшается и тут как бы отвергая что-либо в этой истории мы понимаем что мы теряем в каком смысле будущее да и потом верстать это будет достаточно тяжело вот дальше марина соболева спрашивает чем данная платформа отличается от муду помимо внедрения систем искусственного интеллекта ну как бы вам сказать отличий много и я вам я в конце вебинара дам ссылочки на материалы это видео материалы в первую очередь где вы сможете посмотреть как там работают системе или там записаться к нам на вебинар мы там их регулярно по средам проводим как раз следующий вебинар у нас в следующую среду будет не в директ академия вот гиперметоди про вот нашу платформу там подробнее можно будет про это рассказать значит безусловно и муду и ленинг сервер и куча других систем относится категория систем управления и обучением и они решают в целом схожие задачи организации управления учебным процессом организации формирование контента и так далее но много действительно и отличий в первую очередь там ленинг сервер это один из элементов большой экосистемы обучение развития ну например у нас там есть облачный редактор электронных курсов электронного контента который тоже включает себя поддержку систем искусственного интеллекта вы там можете просто сказать цели обучения я сейчас немножечко утрированное мнение и вам предложится программа обучения в ней вы сможете сгенерировать учебный контент ну то есть вот на работу по созданию курса уходят там раза в три меньше времени чем это обычно ну и много других тоже как бы вкусностей вот и поэтому еще раз как кому любопытно и в конце я публикую ссылочки да и приходите к нам тоже на вебинары я надеюсь директор академии будет не сильно против тем более что каждый год на протяжении двух лет совместно устраиваем конференцию посвященную обучению развитию искусственному интеллекту в предыдущий год она проходила в санкт-петербурге в период белых ночей последний раз в этом году она проходила в москве поэтому я думаю что на портале директор академии вы тоже можете найти много там записей непосредственно само 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 вот эта конференция еще вопрос систем это отечественная разработка или в основе лежат те которые могут оказаться под санкциями это отечественная разработка абсолютно отечественная разработка она ну пример вот я приводил там государственные спали служащие но среди наших заказчиков и там где используется система это или этого электронного обучения например это обучение экипажей атомных подводных лодок разных проектов или обучение экипажей летного состава и инженерного состава самолетов такой марки как сухое например су-30 или як-130 там вообще куча всяких секретных материалов поэтому находится внутри цифрового цифрового этого контура поэтому да это проверено спецслужбами все вот ну тут комментарии про будущее учителей да кстати говоря ряд организации которые проводят обучение при подготовка не допустим квалификации преподавателей тоже используют наш телевизионный сервер там екстеринбург и какие-то другие города вот что у нас тут по времени в принципе да наш часик заканчивается наверное сейчас публикую ссылки где он нет они приготовлены были сейчас секундочку так то это с чем мы там делали реферат секунду сейчас пока пока пишите вопросы я ссылочки найду и публикую в чате да так вот ссылочка номер раз это вконтакте да наш этот самый и ссылочка номер два это плейлист плейлист где такие видео уроки по работе в самой системе если у вас есть желание мы с удовольствием для вас предоставим доступ вживую до к порталу и сможете самостоятельно там нажимать кнопочки что-то поделать и ссылочка номер три секунду это как бы наш вебинар и следующую среду где который где мы проводим как раз про обзор вот нашей платформы по которой мы с вами в качестве в контексте и с искусственного интеллекта только что говорили так ой я не туда ссылку отослал час вот она вот коллеги вам большое спасибо за внимание за то что вы нашли время повидаться живую как теперь принято говорить да спасибо организаторам татьяне и павлу за то что нашли возможность пригласить и выслушать и в каком смысле вы высмотреть те решения которые делает наша компания для систем обучения цифровых систем обучения спасибо спасибо о и